всем привет мои хорошие с вами любовь и мой мирок орхидей у нас опять с вами омоложение и деление орхидеи но только предыдущая орхидея который мы с вами омолаживали каменную розу и magic art был было с ней все гораздо проще ну а вот с этой орхидей кай если честно я не знаю что я буду делать конечно же я знаю что я буду делать такое я уже делала и не один раз но вот эти вот ее шикарные корни сводят меня с ума о вас скажите великолепно красавица но ее надо омолодить так же как и каменную розу потому что в горшке конечно у нее есть горшки ой горшки говорю корешки и можно было бы ее еще оставить но уж очень длинная у нас тут опять стала шея мог тоже весь уже просел орхидей к его утоптала уже видите там есть такие ямки она тоже посажена здесь уже не один год в мох кора здесь только сверху и чудесная картина из корней но вот освободить я ее хочу из этого горшочка потому что мне пересаживать эту орхидей ку некуда ну а пенек хочется оставить а вдруг будет детка поэтому мне хочется ее отсюда перенести в другой горшочек хотя будет сложно это сделать но мы очень с вами постараемся сложно будет сделать вот из-за этих корешков которые ушли вот сюда в горшок вот в эти луночки ну надо было ее наверное намочить сначала хорошенечко а потом пытаться отсюда извлечь но мы попробуем так не хочу чтобы у меня здесь везде лилась вода попробуем это сделать вот таким образом все-таки нижняя часть нам уже с вами не нужна и не важно так и не сказала что же ой там уже держится корешок за это это салатовая орхидейка очень а по крупная как ты хорошо вышла неожиданно для меня даже не ожидала посмотрите какая прелесть вы такое когда-нибудь видели сплетение корней вот это да да вот а вот эту вот прелесть можно поставить в другой горшок в большей и не омолаживать в принципе да может мы с вами заберем горшок у каменной розы такие смачные корни так у нее здесь все хорошо это вот зелень была в горшке внизу видите на грешочках ох как жалко вот это все резать такие хорошие корнюхи так и здесь хорошо я вам скажу что ее проще поместить в больший горшок и ничего не резать оставить все как есть не хочет стоять ножки из корней не дают наверное оставлю я ее еще на пару лет вот так как она есть ведь ей нравится вот так быстро меняются планы но сейчас будем разбираться с остатками каменной розы для начала ну что мои хорошие пишите как поступили бы вы в моем случае но я не хочу резать эту орхидею она тоже была как и каменная роза омоложенная омолаженная пару лет назад и мне очень жалко вот эти нарощенные корни ведь они хорошо рабочие мох растущие сейчас она сухая ну а если ее напоить мох опять начнет расти да я принесла каменную розу сейчас подвинем ее корешочки вот этой красавицы чтобы их не сломать а пока давайте наверное мы эти корешочки пока мы тут возимся вот таким образом из пульверизатора увлажним у нас здесь мог лежит как раз водичка никуда здесь не убежит вот так увлажним эти корешочки пускай они напитаются потому что я уже на ходу все тут придумала вот так закроем их пока чтобы они хорошенечко увлажнялись до увлажняем в общем корни пока давайте прикрываетесь потом мы вас отсюда вытащим так вот мы увлажним хорошенечко и нам надо с вами вот эти тоже увлажнить так здесь уже корни придется взять еще мог хорошо что у меня его много только этот мы уже увлажнили а этот у нас еще с вами сухой вот так накладываем на корнюхи прикрываем все это дело и вот так хорошенечко увлажняем чтобы мог хорошо напитался да кстати мох и кору можно приобрести у меня в к вот этот жирный смачный похож на спагмос не только наш российский живой кто смотрит меня постоянно я наверное уже вам надоело с этими своими речами но девчат простите ведь новые девочки кто приходят им интересно они не знают они спрашивают вот чтобы они знали я и говорю в каждом видео сейчас девчатки давайте намочим хорошенько пока мы тут с вами занимаемся наша орхидейка хорошенечко напитается и мы сможем отправить эти корни причем они сейчас будут намокать и от под тяжестью мха вот так вот наклоняться и потом хорошо лягут горшок вот хотела омолодить вот видали как какие же мы женщины непредсказуемые у нас на дню 7 пятниц мог сухой поэтому я увлажняю его получше чтобы он напитался и отдал сейчас быстренько все вот этим корешком а у кого нет века можно приобрести все это по электронной почте ссылка тоже есть под моим видео обращайтесь мои хорошие так все здесь у нас все намокло вроде это ведь корни совсем воздушные они пить самостоятельно не умеют поэтому они намокать будут долго но мы с вами постараемся чтобы они все-таки напитались влагой и наклонились вниз так как нам надо ну а мы с вами пока займемся каменной розой остатками кто не видел пересадку омоложение каменной розы посмотрите предыдущее видео обязательно вот я подписала даже и нам надо извлечь таким же в принципе образом отсюда вот эту вот всю конструкцию и переставить в другую емкость потому что мы здесь оставили пенек на случай того что вдруг будет детка поэтому мы с вами поместим вот в такое страшное ведро всю эту конструкцию если конечно получится это все отсюда извлечь здесь уже такие сухие корни так лайфхак лайфхак лайфхук как хотите короче как то так ох а у нас там камни да я же ей делала камни чтобы она не перевернулась ой и камни-то какие классные короче вот такой растущий мох на низ не смотрим ну здесь все корни зеленые какие-то уже начали портиться но она прекрасно доживет свои дни и вырастет детку а я и думаю что ж ты какая тяжелая то я и забыла про них здорово сейчас их помою и они нам когда-нибудь пригодятся ну что девчата помыла я горшок от каменной розы большой 5 литровый но вот к сожалению все отмыть не могу да и не хочу даже стараться ведь это тоже своя микрофлора вот эта зелень поэтому я не буду ее отмывать до конца здесь я сейчас ее чуть-чуть увлажню давайте сделаем это сразу а то я забуду шейку намочим сбоку чтобы тут все у нас проснулась разбудилась маленечко мух здесь у меня просто вода чистая залог успеха это чистая вода так ну что мои хорошие прошло у нас какое-то время я думаю корешочки маленько напитались и нам будет проще их поместить что мы с вами сделаем у меня есть сейчас покажу вот такая кора дуба ну к сожалению для продажи у меня ее нету это я собрала для себя муж ее порезал очень тяжело режется девчат ну неплохо тоже растут в ней орхидейки раз я ее собрала раз она у меня есть я хочу ей воспользоваться но сейчас давайте вас вот так может поставлю но на самое дно я все-таки буду укладывать мог и прямо укладывать буду вот в эти ножки специально чтобы мог поднимал всю влагу наверх потому что если внизу какая-то часть водички остается в горшочке она так и остается внизу и наверх подняться не может потому что ножки такие высокие им у тяжелой воде тяжело ну точнее как она будет подниматься если ничего ей не способствует поэтому наподобие фитиля у нас вот так с вами получится внизу самый низ ложим чуть-чуть мха вот так ставлю в этот горшок потому что будет падать он всегда такой как не валяшка ну и укладываю покрупнее кусочки коры дуба у меня уже растут орхидейки я без вас сажала замечательно растут ничем не хуже чем что кора сосны но зато режется очень очень сложно я даже не смогла порезать ее тем ножом который мне муж сделал специально для резки коры так вот так вот я уложила здесь все это дело так вам видно видно берем нашу орхидейку подождите мне кажется что вам сейчас будет не видно берем нашу красавицу со всеми ее корню хами и устанавливаем сюда так как они у нас увлажнились мы с вами их сейчас практически и не пораним так закрутить наверно надо вот эти сначала корни вот видите они стали такие более-менее эластичными после того как намочились так берем палочку вот корни то у нас все скрутились под низ и теперь не получается ее установить наверно кусочки коры все-таки здесь лишний вылазим вынимаем убираем возвращаем все обратно сверху кора падает вот 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Увидя вот эту всю картину, не хочу пока. Она еще пару лет простоит. Корни замечательные. Поэтому не вижу смысла в этом омоложении. Заново наращивать корневую. Не хочу. Продолжение следует... Потому что она у меня вся такая крупная. Я ее секатором даже порезать не смогу. Продолжение следует... Продолжение следует... Неплохо получается и очень много воздушных карманов. Сейчас что-то попытаемся осторожно протолкнуть. Давайте кусочек сосновой коры положим. Он потоньше. Продолжение следует... Ну что, мои хорошие, вот такая посадка у нас получилась. Шейка в принципе вся прикрытая. Все здесь замечательно. В горшочке достаточно воздушных карманов. Корешочки все видно. И что хочу сделать еще. Беру мох. Надо сделать вам только... Я его с вами сейчас поставлю, чтобы она не упала. А то уж очень они любят падать из этих горшков. Берем вот так мох. И сверху прикрываем. Конечно, этот мох потом высохнет. Не будет так эстетично красиво. Но зато влага в горшочке будет присутствовать. И корешочки сверху будут прикрыты и не будут обжигаться. Например, об воздух. Или когда я их опрыскиваю каким-нибудь удобрением. Но это бывает очень-очень редко. Я уже вам много раз говорила, что я свои орхидеи практически не удобряю. Все удобрения они получают от хорошей коры и от хорошего качественного мха. В котором предостаточно витаминов для наших орхидей. Все это здесь прижму. И когда оно высохнет, оно будет просто защитной корочкой, скажем так. Вот так. Ну все, я думаю, достаточно вот сюда, если только еще чуть-чуть положу ей. Мне нравится, когда у них сверху мох лежит. Но я стараюсь мох верхний слой никогда не увлажнять. Чтобы он высох, он даже сухой красивый. Он высыхает и красиво все равно здесь смотрится. Мох сверху никогда не растет, потому что у нас нет такой влажности, как в теплицах. Мох в горшке, конечно, всегда растет. Ну вот, такая красота получилась. Что было и что стало. Мне нравится. Я довольна. Даже больше довольна тем, что я ее не пересадила, не обрезала, ничего не нарушала. Еще пару лет орхидея просидит прекрасно в этом горшке. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Не забывайте подписаться на канал и написать свой комментарий. Впереди у нас еще с вами очень много интересного. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok